Так, господа, прости господи полицейские, я прочитал ваши рапорты о работе под прикрытием, у меня просто нет слов. А, отлично, тогда мы домой. Сидеть! Начнем разбор полетов. Начнем с вас, лейтенант. Какое у вас было задание? Я должен был внедриться в стриптиз-клуб и принести доказательства, что они оказывают незаконные сексуальные услуги. Внедрились? Два раза. Да, я видел, в вашем рапорте это написано. Да, оно написано. Да, но об этом же еще написали все газеты. Сотрудник спецслужб в стриптиз-клубе рассчитывался деньгами из госбюджета. Один раз из госбюджета. Второй раз я одолжил у жены. С вами что, была жена? Нет, она меня на карту перекинула. Я это прочитал. Ну зачем она указала причину платежа мужу на секс? Ну рассказывайте, как проходила ваша операция? Я зашел в бар. Да, дальше. Ну и подошел к бармену. И? Ну и спросил у него такой, кто почем. Вот так вот. Ага, а он? Он сказал. А вы? Я говорю, ни хрена себе, мы столько в полиции не зарабатываем. Хорошо. Дальше что было? Дальше я начал вести наблюдение. За кем? За стриптизерши. Понаблюдал, понаблюдал, наблюдал, 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 наблюдал. И? И заказал приват. Ну, пока все согласно разработанному плану. Но как случилось так, что вас раскрыли? Не полностью. Только до пояса. Я не об этом. Как узнали, что вы из полиции? Я не знаю. Я удостоверение надежно спрятал. Она нашла его позже. Гораздо позже. Слушайте, ну почему вы... Вообще это всех, кстати, касается. Почему вы каждый раз удостоверение в одно и то же место прячете? У нас страна в этом месте находится. Вы туда еще и удостоверение свое дыщите. Так надо давно уже это место менять. Вот каждый второй уже знает этот тайничок. Так, с вами мы позже поговорим. Продолжайте, лейтенант. Что было дальше? Дальше она сказала показать ей деньги. И? Я показал. А она? И она показала. Что она показала? Инструмент преступления. Даже два. Ну, и вы, наверное, надели на нее наручники, да? Да, я надел. И арестовали? Нет, я еще и надел на глаза такую черную штучку. Зачем? Это было ее условие. Хорошо, что было дальше? Дальше я начал внедрение. Какое внедрение? Неглубокое. Ну, ритмичное. Послушайте, вы должны были просто ее допросить. С кляпом во рту? Я уже вообще ничего не понимаю. Откуда у нее оказался кляп во рту? Так кляп у меня был. Короче, ну там такое заведение не совсем обычное. Ну, мне его порекомендовал начальник таможни. А, кстати, у таможенников это, между прочим, очень модный сейчас клуб. Так, теперь что касается вас. Что? У вас было задание внедриться в базу проституток. Ну, так я внедрилась, что не так? То, что вы внедрились, я вижу. Но у меня вопрос. Почему вместо рапорта вы написали заявление об увольнении? Как вы понимаете, ну, просто я за один день под прикрытием заработала намного больше, чем за год в полиции. И коллектив такой классный. Такие девчонки. И плечо подставят, и груди прикроют вот такими. Так, чтобы вы знали, ваше заявление я не подпишу. Все. Хорошо, тогда я буду работать на полставки. Подождите, как вы себе это представляете? Полставки полицейской, полставки проституткой? Да. Вы знаете, что, когда там узнают, что вот там вот со мной сделают? А давайте я вместо вас пойду, а? Ну, мне же не привыкать, так сказать, уже. Им, по-моему, там тоже. Так, теперь, что касается вас. Я получил ваш рапорт. Вот, но объясните мне, пожалуйста, как я это должен читать? Так, пусть енот сам это читает. Какой енот? Ну, который диктовал мне эту шифровку. Это шифровка? Ну да, но чтобы расшифровать, надо принять. Так, смотрите, сейчас мы ничего принимать не будем. Расскажите мне, пожалуйста, какое у вас было задание. Вот. Ну, я, короче, полицейский, под прикрытием, типа, наркоман. Должен был купить этих наркотиков. И? Купили? Да, купил два грамма марихуаны. И? Ну, дальше, что, по инструкции я должен был убедиться, что это марихуана. Убедились? Я абсолютно убился. Убедился. Так, хорошо. Ну, и дальше вы должны, наверное, были узнать, кто, значит, эти наркотики продает. Правильно? Да нет, два часа сидел, тупил потом все. Как легче стало, так я подумал, зачем его арестовывать, его этого торгаша. Марихуана-то закончилась уже. Ну, я пошел и еще купил. Кокс. Что вы купили? Ну, кокс. Какой кокс? Вот такой кокс. Хорошо, что было дальше? Ну, что, по инструкции я должен был убедиться, что это наркотики. Подождите, вы что, нюхали кокаин? Исключительно, чтобы не раскрыть себя и операцию. Ну, хорошо. Ну, наверняка вы тогда узнали, кто именно крышует незнакомную торговлю наркотиками, правильно? Правильно. Я могу назвать его фамилию, должность и номер кабинета. Вот там по коридору слева дверь. Подождите, это что, кто-то из МВД? Это что, Оборотень, получается, да? Не-не, не Оборотень. Там другая фамилия, Анапе. А что вы так удивляетесь, как будто вы не знаете, кто это? Я не знаю. Именно для этого было создано наше подразделение, чтобы мы раскрывали коррупцию в высших эшелонах власти. Ну, вот по проституции я узнала. Ну, как бы, судя по финансовым потокам, их главный акционер – это наше управление. У вас тоже? По наркоте тоже. Получается, МВД – это холдинг? Послушайте, не говорите ерунду. Так, лейтенант, вернемся к вам. Вы-то узнали, кто крышует незаконный стриптиз-клуб, а? Для этого я и пошел внедряться второй раз. Ну, уже с коллегой. А, я-то понимаю, с ней, да? Не, со мной. Подождите, но у вас же было другое задание. Одно другому не мешает. И пусть и первого обычно тянет на второе. Ну, ладно, допустим, вы туда пришли, и что дальше? Не, ну и сразу пошли в комнату для привата. Вдвоем? Ну, да. Не, не в смысле мы в смысле вдвоем, а в смысле пошли вдвоем накрывать их групповуху. Группировку. Ну, да. Ну, хорошо, вы зашли, и что дальше? Ну, увидели там товарища полковника. Подождите, как товарищ полковник? Он что, нас опередил? Что он вообще там делал? Внедрялся. Подождите, куда внедрялся? В банду. Вернее, в одну из ее представительниц. А точнее, в меня. Ага. А, значит, тогда получается, что вы как бы теперь знаете, кто именно конкретно крышует эти все нелегальные бизнесы. Правильно? Не знаю. Почему? Я была спиной. Послушайте, ну, вы посмотрите на себя, а. Ну, вы же не полицейские. Вы прям позор какой-то. А где, кстати, четвертый ваш агент, который работал под прикрытием в конвертационном центре по отмыванию денег в офшоры? Где он? Он сказал, чтобы вы ему больше не звонили. У него все нормально. Он уже месяц на Кипре. Значит так. Смотрите, я все понял. Сейчас мы проведем служебное расследование. И я вас уверяю, полетят головы. Понятно вам? Вот я вам устрою просто это все. Здравия желаю, а? Здравия желаю. Что за шум? А драки нет. Что, спецназ вызывает? Капитан, докладывайте, как идет расследование. Товарищ полковник, а что докладывать? Это не отдел, это прям позор полиции. Это вот в центре, да, он наркотики употребляет, да. А вот эти вот, что по бокам, сексом занимается, чтобы вы понимали. Вот так. Друг с другом? Пока нет. Товарищ полковник, я считаю, нужно сделать так. Нужно взять вот весь, провести служебное расследование, да, А потом вот каждого из них взять и вот, вот, и... Наградить. Наградить и объявить личную благодарность в первую очередь вам, лейтенант. Такого тройничка под прикрытием у меня давно не было. Раз, раз, раз. Вам отдельное спасибо за хорошее настроение. И за бодрость духа. Ништяк, бро. А вас? Вас я не помню. А так? Капитан Кукушкина. Я же сержант. А теперь капитан. Разрешите вас поздравить с новым званием. Ну что ж, неплохо поработали орлы. И орлихи. Товарищ полковник, да как же что-то наградить? А как же реформа? Как же изменения к лучшему? Мы же специально, чтобы уничтожить всю коррупцию, мы же специально начали работать под прикрытием. Ну, товарищ полковник. Капитан, а ты так и не понял? Не мы это начинали, и не нам это все заканчивать. Продолжайте нести службу, а ты уволен. Ну, 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 и шо, и шо, и шо. И прикинь, она на смарте пытается втипнуться. Так, я не поняла. Чего у меня права забрали? Фамилия ваша? Эльвира Холодец. Неплохие копыта, как для Холодца. Холодец. А, ну так, конечно. Превышение скорости, пересечение двойной, сплошной. И вы врезались в пост ДПС? И шо? Так вот за это вас правилишили. И шо за страна такая, я вообще понять не могу. Шо у нас, за это прав решают? Нормальная у нас страна, правосторонняя. А вы ехали по встречке. И шо? Вы знаете, я просто так никогда ничего не делаю. Там, наверное, машин было меньше, или ям. Можно подумать, так никогда не делали. Девушка, вы, вы, вы сбили сотрудника ГАИ? Да. Вообще-то их давно уже отменили. И тем более я подумала, шо он картонный. И как вы вдруг поняли, что он не картонный? Я шо, по-вашему, полная дура. Картонный, не тарабанят в лобовуху и не матерятся. Он меня еще дурой назвал, крашеной. Ха, крашеной. Не, ну все же понятно. Вы же были в нетрезвом виде. И шо? Я все сделала, шо мне сказали. Я в трубочку подула, по этой ровной линии прошлась. Правда, отказалась ехать в больницу. Прям на месте и пописала. Что вы сделали? Ну шо, нужно было ехать в больницу писать. Я сказала, шо у меня нет времени. Я сделала, там прямо все на месте. Ой, короче, шо было, то было. Короче. Эльвира, холодец. У вас есть только один способ получить эти права обратно. Я согласна. На что? Ну, на этот единственный способ вернуть права. Я, собственно, их так и получала. Девушка, вообще-то вам придется сдавать экзамен. Господи, то называйте это как хотите. Только знайте, что у меня есть не больше 15 минут. Семь и восемь. Девушка, экзамен надо будет сдавать здесь, у нас. Да, понятное дело, шо не у меня, а у меня муж дома. Девушка, экзамен надо будет сдавать в аудитории с остальными людьми. Да хоть на по... В смысле с людьми? Шо, прям присел? Да. Ничего себе права подорожали. Я за такое целую машину получила. Девушка, с вами в аудитории будет 15 человек. Сколько? Не, я, конечно, понимаю, шо реформы и все такое. Ну, 15 человек. За это доплатить придется. Добрый день. А, у вас очередь? Ну, я за вами пристроюсь. Шо ты пристраиваешься? Пристраивайте, Лен. Иди там, пристраивайся. Так, успокойтесь. Что у вас? Это, права признать надо. Да, хорошо, проходите в аудиторию, я сейчас к вам подойду. Да, и я тоже сейчас подойду. Вы шо, совсем срам потеряли? Вот правильно вас называет мой муж. Девушка, идите в аудиторию. Спасибо, я потом, если захочу, на ютюбе посмотрю. Девушка, если вы не пройдете тесты, права вам не вернут. Какие тесты? Там люди в аудитории проходят тесты. И в зависимости от результатов, им либо выдают права, либо нет. А, так надо ж было сразу это говорить. Господи, тесты. А я ж подумала. Короче, и она нас в марте несется, пытается втиснуться между двумя КамАЗами. Ой-ой-ой. Здравствуйте, мальчик. Здравствуйте, дети мои. Что случилось у вас? Ой, машину на стравстоянку забрали. Какая машинка у вас? Порш Панамера. ГТС. А госномер какой? Энджел 3. У нас просто трое на приходе, чтобы корпоративный дух поддерживать. А, батюшка, а у вас же вроде Каен был. Красный. Ну. Господь, с вами, чего это было? Есть он, и Каен есть. И Мерседес есть. Я просто на Порше на службу как бы влетаю. Вот, вот это служба. Не то, что у нас. Не то, что у нас. Батюшка Никодим. Не было такого. Не было. Ну как же ж не было? Ведь было. Вы же мне машину освещали. Слушайте, а освещите права, а то эти ада забрали. Так, отстаньте от него. Он ничего не решает. Батюшка, проходите в аудиторию. До встречи. Что у вас с тестами? А, вот, я прошла. Значит, я должна жить в Париже. Я Топинамбур. И в прошлой жизни я была Хрущев. Девушка, тесты надо было сдавать на нашем компьютере. Так у вас там в компьютере нет ни Фейсбука, ни Инстаграма. Одни какие-то дурацкие вопросы с машинками. И? И? И идите, иначе права не вернут. Господи, да чего довели страну. Взятки не берут, секс не нужен. Сколы в лондинке вообще исчезнут. Короче. И она на этом смарте. Подрез... О-о-о-о! Здравствуйте, здравствуйте! Не надо, не надо целоваться, не надо. Егор Григорьевич, тихо-тихо-тихо, спокойно. Что, что у вас случилось? Что? Что? А, вы ехали, ехали, ехали. Немножко, наверное, выпившие были, да? И? А, остановили вас. Старые? Ну, были бы старые, договорился бы. Так новые, не договоришься. А, вы пообщались с ними, пошумели. И права теперь у нас. А когда это случилось? Сегодня. И права вам тоже нужны сегодня. Вам ехать надо срочно. Ну, к сожалению, ну не так, что просто не те времена уже. И даже за деньги, даже за деньги. Кстати, чтобы вы знали, штрафы подорожали сами. Теперь это 10 тысяч. Ни хрена себе. Гривен. Видишь, кому-то... А кому-то два клада. А следующий штраф уже будет 20 тысяч. А следующий 40. Не-не-не, и деньги наперед дать не получится. И годового абонемента, как раньше, нет. Что, что, куда вы лезли? Не-не-не, игорочка, бесполезно. Ой, только не надо нас наказывать. Пожалуйста. Ну мы-то тут при чем. Идите вот к начальству и там их наказывать. Вот, вот, вот. Да, да, да. Ой, я все написала. Ой, что ж вы там понаписывали? Холодец. То есть, на вопрос, что вы должны предъявить инспектору, который вас остановил, вы написали, сиськи? Да, а что не так? А почему не документы? Потому что, когда показываю документы, меня штрафуют. А когда их, то нет. А вот вопрос. Может ли водитель в данной ситуации повернуть налево? Да. А вы на рисунок смотрели? На какой? Ну вот, нарисован знак. Поворот налево запрещен. И шо? Шо, и шо? Вопрос звучит как? Может ли водитель повернуть налево? Да. В Киеве водители куда хотят, туда и поворачивают. Причем здесь какой-нибудь знак. Хорошо, что сиськи не написала. А нет, написала. Правило проезда равнозначного перекрестка. Да. Что вы тут понарисовывали? А, вы знаете, это очень сложный маневр. Значит, надо остановиться, так высунуться, притом придерживая педаль тормоза, открыть, показать девочек. И пока все смотрят, быстренько первой проехать. Я просто не знала, как это долго вот это вот описывать. Решила просто зарисовать. Так, холодец. Как вы хотите получить права, если вы элементарных правил не знаете? Показать. Так, Эльвира, идите отсюда, придете через год. И то, если экзамены выучите. Да шо такое, мне шо целый год без прав есть. Подожди, подожди, подожди. А дальше она все правильно написала? Правильно, правильно? Я не понял, она что там, кому-то сиськи показывала? Кому? Зачем смотрел? Зачем смотрел? Зачем смотрел? Да нет, не-не-не, ну не мог, батюшка, он же правил не знает. Держись, написал. А, спасибо. Шо, малая, возьми телефон, вдруг опять провожу на руки. Спасибо, я подружкам его дам. А где права получать? В окошке. Спасибо. Дебилы мы с тобой, Петрович. Че это? Походу, только мы сиськи не посмотрели. Какой кошмар. Здесь точно живет детская поэтесса? Как в таком притоне можно писать детские стихи? Судя по всему, весело. Виктория Сергеевна! Виктория Сергеевна! Гражданка Кукушкина, к вам гости, ау! Какие еще гости? С самого утра спать не дают. Вообще-то уже три часа дня. Это для вас. А для меня пятна часа утра. Я работала всю ночь. Пальцы в кровь. А нет, это портфель. Вы знаете, вы так здорово работали, что на вас соседи кучу жалоб написали. Работаете прям не покладая рук, да? Ну так вчера ж была пятница. А пятница развратница. Опять не угадали. Вчера был вторник. Боже! Как быстро летит время. Это ж получается скоро снова пятница. Господа, господа, пожалуйста, давайте не сегодня. У меня так раскалывается голова. Я так метеозависима. А по-моему, вы алкозависимы. Вы тут стихи пишете или бухаете каждый вечер? Одно другому помогает. Вот, послушайте, из последнего. Водка льется хоть и в рот, По печенке водка бьет, Но она нас не погубит. Если бьет, то значит любит. А что, мне нравится жизненно? Господа, а не хотите ли по бокальчику спирта? С удовольствием. Какого спирта? Мы при исполнении. Не, ну если вы хотите, я могу развести. Не надо нас тут разводить. Вы знаете, что поэтесса, тем более детская, Должна искать свое вдохновение, не нарушая закона. Поэтому собирайте ваши вещи и на выход. Ах, так? Хорошо. Что вы делаете? Минтяра злой. Под властью чуждых убеждений. Щеночка бедного. Под дождь. Холодного. Без денег. Тварь. Кто? Божья, щеночек этот. Ну, правда, прям в точку про тебя-то. Так, знаете что? В отделении будете писать ваши стишки. Знаете, они ни то, ни сё. Что? Вы что наделали? Вы... Вы ворвались в мой хлам. В смысле, в мой храм. И творите здесь черт-зай-что. А я вам докажу, что я лучшая детская поэтесса. Где мои лучшие произведения? Ах, что вы здесь делали? Вы... Вы куда вступили? Мартышка и Мартини. Ах, это не то. Горилла и текила. Это продолжение. Три козы на Ибице. Так где же оно? О, три грузина, одна я. Это личная. Соло в лифте это из вчерашнего. А наша? О-о-о. Детские мечты. Я водой их поливаю. На ночь пледом укрываю. Поскоряю вырастите. Мои маленькие тити. М? Кукушкина, это точно детское стихотворение? У вас там что, кукушка поехала, что ли, а? Кукушкина, это мой псевдоним. Просто никто не захочет покупать стихи Виктории Какашгиной. Зато заявление на эту гражданку пишут с удовольствием. Полюбуйтесь. Вчера из 56-й квартиры доносились стоны и крики до 5 часов утра. Как вы это объясните? Ну что вы, что вы, что вы? Это я писала стихотворение «Малыш и тетя». Что? Вернувшись с баром, я нашла в своем подъезде малыша. Малыша? Ну как, малыш? Лет 45, да? Ну мне ли сейчас перебирать? Так, сержант, одевайте на нее наручники. Нет, нет, пожалуйста, нет, что вы, господа, какие наручники? Я не готова. Мне нужно принять ванну. Нет, нет, нет. Мы не дадим вам сбежать через окно, как в прошлый раз. А я могу проследить? Не надо. Тогда я хочу знать причину моего задержания. Вам мало причин? Пожалуйста, вот еще одна причина. Из квартиры 56 постоянно доносятся запахи марихуаны. Звездежек левета. А скажите, а зачем у вас тогда вот ведро с бутылкой стоит? Вот это что такое? Ой. Какая разница? Главное, что после этого ведра получилось. Смотрите. Букашка в травушку залезла. Наверное, думала в траве исчезнуть. А я ее нечаянно убила. Когда ту травушку нечаянно скурила. Кукушкина, вы точно детская поэтесса, а? Да конечно. Молодой человек. Садитесь. Еще чего? Садитесь, садитесь. Давайте. Не стесняйтесь. Стихотворение Ломбард. Убежало одеяло, улетела простыня. Зато есть теперь 100 гривен на бутылку у меня. А вот это? Вы как объясните, гражданка Кукушкина, что это такое? Это рифма. Я просто не могла придумать рифму к слову селедка. Вот пришлось купить плетку. И потом рифма создалась. Вы знаете, я отсюда прям вижу за диваном рифму к слову Антон. Ой. Так это, это просто память об Артуре. Вы поймите, я творческая личность. Я вообще не знаю, кто и что вызовет во мне желание творить. Интересно, какое же желание творить у вас вызвал бомж? Какой еще бомж? Вы про дядю Толю? Я не знаю, дядя Толя он или дядя Коля, но на него тоже заявление. Вы притащили в дом бомжа. Молодой человек. Я в каждом, в каждом вижу личность. Дядя Толя, дядя Толя! Знаете, на дядю Толю вашего у нас тоже заявление имеется. Вот, пожалуйста. Точнее, на его послание в лифте. Да что он не мог? Он добрый, светлый человечек. Он не мог, нет. Тогда объясните, откуда в светлом человечке вот столько? Так это не он. То есть как не он? Это Игорь Альбертович. Видите, такие характерные загуголинки. Он скульптор, понимаете? Он делает инсталляции из глины. Точно из глины? Просто у него сейчас деньги закончились на глину, а самовыражаться как-то хочется. Так, забирайте вещи, поехали в отделение. Нет, мне нельзя в отделение! Мне нельзя в отделение! Я не смогу писать! Мне нужна особая аура! А в этой квартире она и есть. Это не я, что сделаю? Какая аура? Да соседи уже про эту ауру говорят, что она неделю выветриться не может. Штынет туда. Да, а еще на вас соседи снизу жалуются. Вы их затопили. Так это не я, это Майдадыр. Майдадыр это вымышленный персонаж. Мы же не тупые. Вы как считаете? А давайте пройдем к ведерцу с этой бутылочкой, и вы узнаете, что он существует. Дайте голос. Так, давайте вы лучше с нами пройдемте в отделение, и там посидите. Вы что, не видите, что вы разговариваете с великим человеком? Я же, я же как Ван Гог. Я себе чуть-чуть, а не отрезала, когда подмышку брила. Вот, смотрите. Нет, 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 нет. И, ну, поймите, на вас куча жалоб. Вон, соседи написали, что у вас палача образ дается звук гармошки. Играй тут, да. Это крокодил Гена. Какой крокодил Гена? Вы что, из ведра курили, что ли? Да при чем здесь курила? Я серьезно говорю. Это Геннадий Вадимович. Да, он не красавец. Но зато, как он своими губами играет на моей гармошке. На какой гармошке, Кукушкина? Ну, как это на какой, на губной, на какой еще? Вот я, не какая, а он пожила. Так, сержант, задерживайте ее. Нет, нет, пожалуйста, не надо, я вас прошу. Я вам заплачу. Заплачу я вам. Много денег, много. Что вы нас тут разводите? Денег-то у вас нету. Вы даже с доставщиками пиццы не можете расплатиться. Они, вон, нажаловались на вас. Ябеды, хорябеды. Ой, видите, какая рифма. А давайте я вам... Я вам отдам свои стихи. Держите. Забирайте. Забирайте все стихи. Забирайте, они будут стоить миллионы. Да какие миллионы? Это макулатура. Вы что, какая... Вы только послушайте. Уронили мишку на пол. Оторвали мишке лапу. Мишку надо нам унизить. Будь знать, как шишки пицят. Стоп! Тихо! Вы хотите сказать, что это тоже для детей, да? Не-не, шишечки это для нас. А стихи, конечно, для деток, для маленьких таких детей. Вот честно, я смотрю на вас и прям не понимаю, вот что у вас в голове, а? Прямо сейчас у меня мысли, а на тебе, красавчик, пойдем. Что с мыслью-то? Что с мыслью? С мыслью просто надо переспать. Что непонятного? Так хватит, отойдите от него. Нет, нет. Ты сейчас в преисполнении, что вы делаете? О, ты тоже исполняешь. И я люблю исполнять. Я вчера так исполня... Отойдите, я сейчас дубинку применю. Мы справимся сами, без игрушек. Ах так, сержант, вяжем ее, все, она сумасшедшая. Подождите, нет, не трогайте меня. А-а-а! Погиб поэт. Он смешивать любил. Коньяк, шампанское, абсцент, настойки из разных крепких вин, Мартини, джин, ликер и ром, Самбуку, водку, граппу, самогон, Саке, бальзам, наливки и пивас, Кефир любил, изобродивший квас. Он истину в напитках тех искал, А говорили люди, что бухал. Слушай, ну, Жалко ее. И все равно жалко. Может, пристрелим, чтоб не мучилась? Ты с ума сошел? Если ее пристрелить, ее же читать начнут. Давай лучше на дурку закроем. Вызывай санитаров. А-а-а! Вызывайте, вызывайте своих белых страстных мачо! Я желаю вам удачи! Но я пока что спрячусь. Так. Где-нибудь на даче. Так, Куршкина! А ну, стоять! Стоять! Стоять, Куршкина! Агентство НТМ плюс, администратор Багира, слушаю вас. А-а-а! А-а-а! Здравствуйте, Багира. Извините, не знаю ваше отчество. Это Евгений. Улица Вишневая, дом 15. А-а-а! Я уточнить по заказику своему. Да, ну, Евгений, вы уже третий раз за 10 минут звоните. Ну, выехала к вам девочка. Блондинка зовут Виолетта. Да, ну, вы сказали 10 минут, а ее уже 11 минут нету. Ой, кажется, идет. Одну секундочку. Открыто! Ты Виолетту вызывал. Здесь, наверное, какая-то ошибка. Э-э-э-э... Дело в том, что девушка абсолютно не похожа. На ту, что на фотографии было. И вообще у меня такое ощущение, что это он. Вы разберитесь, пожалуйста, там со своими работниками. Вот, поговорите, пожалуйста. Алло. Да, это я. Я на месте. Давай. Что значит я? Что значит на месте? Знаете что? Я на вас жаловаться буду. Я на вас в суд подам. Ты в первый раз, что ли? Да. А что? Понятно. Виа, заходи. Вот твоя Виолетта. Вы извините меня, пожалуйста. Бабки давай. Я действительно первый раз. Я... Скажите, а вы с нами будете? Ты чё, дурик, что ли? Чпок. Чего? Евгений Михайлович, чпок. Ну, чпок, готовься чпокаться. Как закончите, мамке сразу звони. Извините, пожалуйста, а это обязательное условие? Какое? Ну, родителям звонить после... Нет, ты не чпок, ты дурик. Давай, если что, я рядом. Ну, привет, мой Свет. Ну, чё, где? Тут в спальне, в ванной. А это что, мы уже начали, да? Мы сейчас уже закончим. Ты чё, уже всё, что ли? Чё, это всё? Я ещё могу. Ну, давай. Чувак, слышишь, может, мы выпьем, а? Чё ты трутишься? Есть чё выпить? Узвар, компот. А покрепче ничего нету? Есть квас. Я про алкашку, дурашка. Ой, вы знаете, алкоголь в комнате у родителей, а я без спросов не имею права. Ты типа с родителями живёшь, что ли? Чё это с родителями? У меня отдельная комната. А родители уехали на дачу. Вот я и решил скрасить свой досуг. Ну, ладно, давай. Разогреем сейчас твой досуг, пока отопление не дали, а? А-а-а-а. Жёлки-палки. Чё случилось-то? У тебя что, вот это вот... В первый раз, что ли? Чё это в первый? Второй. Первый раз был, когда вы ногу на диван ставили. Ясно. Ну, давай распечатаем тебя быстренько, а я пойду. А-а-а, может быть, познакомимся сначала поближе? Ну, я и предлагаю поближе. А-а-а, я имею в виду поговорить там. Ты чё, меня разговорами хочешь с утра... Хотя, дело твоё, время идёт. Давай, рассказывай. Кем работаешь? А я школьный учитель. А-а, интересно, да. А вы кем работаете? М-м-м, завуч. Ху-ху-ху. По воспитательной работе. Ха-ху-ху. Извините, я имел в виду, кем вы планировали работать? Я вообще работать, честно говоря, не планировала. А-а-а, как вы выбрали эту профессию? Это не я, это она меня выбрала. Сначала я не поступила в институт, а потом поступила плохо. И всё, я в профессию. Здорово. Ну? А-а-а, давайте сменим тему. Ну, наконец-то. А-а-а, а какую музыку вы любите? Боже, ну ты задолбал. Музыку вообще не я выбираю. А бывает разное. Бывает там под шансон, бывает под рок. А один раз, прикинь, под мультик было. Как? Вот и третий. А давайте я вам свою коллекцию марок покажу. Слушай, давай я тебе уже кое-что покажу. Это кто, ваш коллега? Да, вроде рано ещё. А кто это может быть? Интересно. А, боже, боже, родители приехали. Они же сказали утром, боже, что делать, что делать, что делать. Идите, скажите, что у меня нету дома. Стойте. Стойте, думай, 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 думай. Быстро прыгать из балкона. Ты чего, дурак, что ли? Если моя мама узнает, кто вы, она нас обоих с балкона сбросит. Я не буду прыгать, я ноги поломаю. Чем я работать буду? Быстро с балкона, быстро, быстро. Не буду я прыгать из балкона, я тебе сказал, не буду. Я тебе сказал. Я сказал. Здрасте. Мама, это не то, что ты подумал, а? А что тут думать? Тут, по-моему, всё предельно ясно. Олег, твой сын привёл домой свою девочку. Ну, наконец-то. Я уж думал, он ей. Дайте я её расцелую. Не надо, папа, её целовать. Собственник. И девочка уже уходит. Как уже уходит? Поздно же уже. Женечка, она останется у нас на ночь. Мама, она на чё-то очень дорогая. Женя, ну какое дорого? О чём ты говоришь? В кои-то веки у тебя появилась девочка, а ты мелочишься. Олег, открываем шампанское, будем праздновать, да? Какое шампанское? Правильно. Да, давайте трахнем беленькую. Не, ну, мне как бы не принципиально. Вот это наш человек. Мать, можно разок? А, сегодня можно. Слышишь, чувак, ну у тебя семейка. Со свадьбой тянуть не будем. Так, будете жить у нас. Эту квартиру мы подарим вам. Правда, папочка? Правда. А сами на дачу. Баба, давайте я вас все расцелую. Не надо. Женечка, может быть, ты всё-таки представишь нам свою девушку? Виолетая, но вы можете меня называть просто доча. Доча, так приятно. Доча. А у меня никогда не было дочери, боже. А давно вы познакомились? Да, собственно говоря, недавно где-то вот. Вот это молодёжь современная. Всё у них бегом, бегом, трах, бах. Да. Прикинь, мать, некоторые после секса знакомятся. Некоторые даже во время. Некоторые даже с родителями во время. Виолетачка, а кем вы работаете? Ой, кем я только не работала. И учительницей, и полицейской. И даже один раз собачкой была. Аниматор она. Да. Это по работе. Да. Час двести. Два четыреста. Ночь пятьсот. Аниматоры хорошо зарабатывают. Да. В долларах, конечно. В кончезасте аниматорам. Очень небогатых ребятишек. Доча. Папа. А я медсестрой работаю. Ой, я тоже несколько раз в медсестрой была. Значит, мы коллеги-бюджетники. Да, только бюджеты у нас разные. Ой, у нас с бюджетников такие проблемы. Все нас и в хвост, и в грибу, ну вы знаете. Ой, знаю, мама, знаю. А папа у нас полковник полиции. Свекрмент. Бабам на работе расскажу, порвутся. Так, Женечка, а ты делал Виолетте предложение? Мама. Не мамкой. Вы без кольца отсюда не уйдете. Мама, у меня нет никакого кольца. Есть кольцо. Что бы ты без своей мамы делал? Вот, семейная реликвия. Мне досталась от прабабушки. Переходит по наследству. Мама, не надо. Надо, мама, надо. Жене, надо. Давай, давай, давай. Давай, давай. Давай. Как положено. На колени. А то все я да я. На. Моя дорогая Виолетта. Дожила. Дожила. Нет. Моя очень дорогая Виолетта. Да, не дешевая. Ань. Забирайте это кольцо и уходите. Я вас умоляю. Ну ладно, я пошла. Как? Вы уже уходите? Виолетточка, останьтесь. Дайте мне на вас полюбоваться. Вы знаете, когда я смотрю на вас, я думаю о том, что и я такой же была в молодости. Нет, мама. Такой ты точно в молодости не была. Много ты о своей маме знаешь. А вот папочка наш знает. Папочка, расскажи детям, как мы познакомились. О, еду я, значит, по окружной. Возле жутомерки. Стоит моя Маринка. Худющая. Ноги спички. Замерзла вся. Волосики на ветру развивают. Подождите, это там, где заправка. Ну. Я тоже там начинала. Правда. Тоже булочками торговали. Можно и так сказать. Булочками там, дыньками. Мама, мне нужно тебе признаться. Дело в том, что Виолетта... Курит. Курю я, мама. Женечка, ну это не самый большой грех. Главное, что девочка такая честная, открытая. Очень открытая, прям на разбашку. Душа. Подождите, подождите, ребята. Вы когда расписываться планировали? Мама, мы вообще не планировали расписываться. Так, вы эти гражданские браки бросьте. Все, как у людей будет. Свадьба, мальчишник. Я тебе дам мальчишник. А чего? Виолетточка, если бы вы только знали, чем они на этих мальчишниках занимаются. Могу только догадываться. Так, давайте сядем, что стоим. А, действительно, давайте сядем. Боже, как еродно. Ох, детки, заживем мы с вами. Это же на даче еще одни рабочие руки появятся. У нас там красотища. Но работать надо. Вот это с утра, как раком стал, так до вечера и не разгибайся. Ну что ты пугаешь девочку? Ой, ладно, мне не привыкать. Виолетточка, извините, такой вопрос. А как у вас с религией? Нормуль у меня с религией. Я каждый четверг приезжаю к батюшке. Иногда он ко мне. Молодец. Хорошо, хорошо. Виолетточка, а вы не хотите посмотреть Жене на детские фотографии? Я сейчас принесу и вам все покажу, все покажу. Подождите меня, подождите. А я за беленькой. Виолетта, я умоляю вас, уходите. Ага, сейчас. Что вам еще надо? Вот. Вот. Здесь все мои сбережения. Берите и уходите. Что ты мне за свинью подсовываешь? Мне тут, походу, хата светит. Да я тебе... Мама, где вы там? Иду, иду, Виолетточка, иду, несу, несу, несу. Детские фотографии вот. Присаживайтесь. Вот, посмотрите, какой он у меня красавчик. Маленький, пухленький, голенький. У меня тоже есть голенькие фотографии на сайте. Только я там уже взросленькая. А, шутит. С юмором, девочка. С юмором, да. Зато вы послушайте, как красиво звучит. Виолетточка. О, я у многих, кстати, в телефоне так и записано. Виолетточка. Пока нас не слышат мужчины, хочу спросить, а у вас до Женечки кто-нибудь был? Не, ну так что, вообще, вот так вот серьезно, никого, никогда. Он у меня первый. Боже, Женечка, как тебе повезло. Несказанно, мамочка. А, скажите, пожалуйста, а как именно вы познакомились? Ну, а я просто ее вызвал, она приехала. Это была судьба. Должна была приехать Снежана, но она была на другом объекте. А, ну, наверное, у аниматоров тоже есть ротация. Ой, ротация у нас, кстати, тоже есть в программе. Э, ну че так долго вы шо тут сватаетесь? Женечка, а это кто? Это? Ага. Это ее... Папик! Папа! О! Мой родной и дорогой! Узнал, что его дочь тут остается ночевать и решил прийти познакомиться. Ну, правильно, надо ж повстреть, шо за люди. Да какая семья? Ну, шо это за хрен? Полковник полиции. Олег Петрович Иван Федорович Крузенштерн. Капитан третьего раза. А, моряки? Гип-гип! Гип-гип! Подводник, наверное. Доча моя! Да, папа мой. А ты работать собираешься? Там клиенты ждут. А я уже все. Я уже не могу. Я замуж выхожу. О! Будете сами там анимировать. Ты шо с ней сделал, чпок? Иван Федорович очаровал. Слышь, отпорозок, ты че машину заглушил и ключи забрал? Я там уже задубла. Женечка, а это кто? А это ее? Мамочка! Ну, какая мамочка? Это реально наша мамочка. Боже, а я смотрю, как вы похожи. Так шо ж-то? Вся большая семья вместе. Давайте сфотографируемся. Конечно, конечно, папа. Так, а ну шо здесь происходит? Чш-чш-чш. Это ментовская хата. Не палимся. Ей. Доча! Мать! Ип-гип. Идиллия прямо. Идите быстрее к нам. Сейчас сфотографируемся. Так, Женечка, бери Виолетту под руку. Становимся красиво. Папочка, иди сюда. Все красиво. А так от... Три, два, один. Дорогие сваты и Виолетта, от всей души приглашаем вас к нам на дачу на выходные. Ну, за троих на выходные. Это вам в копеечку выльется. Все. Мне надоел цирк. Мама, неужели ты не поняла, кто такая Виолетта? Женя, я все поняла. Ну, такая профессия у девочки. Аниматоры ведь тоже люди. Да. Мама, ты не поняла. Этот мужик сутенер. Ну? Это хозяйка борделя. Ну, теперь тебе понятно? Понятно, Женечка. Что родителей не выбирают. Все на дачу. Ах, хорошо. О, Санечка, ты уже здесь? Ну, конечно, мы же на восемь договаривались. Ох, мы сегодня попаримся. Ох, попаримся. Сань, а где виски? Мы сбрасывались. Сюрприз. Саня, я знаю твои сюрпризы. Конспирация. Тут со своим нельзя. Отведайте чайку. Какой чаек? Виски где? Отведайте чайку, говорю. Ох, крепкий чаек. 12 лет в Идерске. А мой сюрприз будет чуть попозже. Вот эти вот. Фигуристые, работящие, все как ты любишь. Смотри. Здравствуйте, ребята. О, привет, Женечка, привет. Сюрприз. Здрасте. Здрасте. Ребята, как и договаривались, сегодня паримся с женами. Походу, мой сюрприз будет лишним. Я Марина. Олег. Александр. А где ваши жены? Да, ребята, где жены? Жены ваши? Где? А Анечка, супруга моя, вот с утра прям собиралась, и тут сердце прихватило. Ну куда в баню с больным сердцем? Вот со здоровым, как у вас? Можно. А ваша, Саш? А моя? Да, где жена твоя, Саша? А, она же кошка заболела. Да. И моя Анжела повела ее к ветеринару. Вот, молодцы, ребята. Другие бы сразу воспользовались случаями, приституток вызвали бы. Да? Да. Я Женьку что не отпускала? Говорю, шалавы будут, поотрываю все. И тебе, и тому, кто их пригласил. Вот. Поэтому только с женами паримся. Да, да. Да. Ну, сегодня я одна на всех, нежданчик. Да. Ну, располагайте там тапочки, простыни. Не-не-не-не, у меня все свое, неизвестно, кто тут до нас парился. Так, кто ты? А где я могу переодеться? А вот там, ага. Женя! Что? Женя! Что? Ты привел в баню жену! Вы слышали, ребята? Если она сказала, оторвет, она оторвет. Мне это дороже. Ничего, потерпите. Потерпите? Сейчас вот эти вот приедут. Терочки. Тихо, 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 тихо. Женя, Женя, Женя. А зачем вам в бане вот это? А это мы балуемся. Воду в них наливаем и бросаемся, а обливаемся. Да, традиция у нас такая. Странная традиция. Привет, мальчики. А вот и мой сюрприз. Батальон удовольствия прибыл. Да, готовят свои пушечки. И-э-а-о-у-и. А это кто такие? А что, не видно? А это кто такая? Ну, если конкурентка, то... Ну, это моя... Женщина. А ты гурман такой выбрал? Это я его выбирала. Женечка, последний раз спрашиваю, кто это такие? Это? Да. Это... Это, простите, ребята. Жены. Жены, ребят. Да. Девочки, пожалуйста, подыграйте, а то мне оторвут. Двойной тариф. Хорошо. Знакомьтесь, девочки, знакомьтесь. Много о вас слышала Анна. Снежана. Да. По паспорту Снежана. А я, чтобы, короче, Анней зову. Да называй, как хочет. Ну, тогда и меня называйте. Просто Мари. Анжела. Тихо, 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 тут совпало. Что ж, девочки, идите к своим мужьям. Анжела идет к Саше. А Анна Снежана, соответственно. Привет, любимый. Да, что ты? Я вообще-то рыженькую хотел. Так не проблема. Э-э-э. Ну что, присядем, что ли? Давай, давай. Не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не. Женя, Женя, ну подстели. Неизвестно, какие шалавы тут до нас парились. Ну, мы были пару раз в воскресенье. Ты ничего не перепутал? Ну что, дома же так. Девочки, встанете, пожалуйста. Анжела, а как там ваша киска? Нормально. Вылечили? А что было? Да так, по-женски. А кому показывали? Да кому, Натука, не показывала. Ну что, может, чайку? Хороший чайок. Крепкий. Я заваривал. Ой, девочки, у вас в сумке тут что-то вибрирует. О-о-о. О-о-о. Эх, Женька, я тебя сейчас им попарю. Можно, девчонки? Берите, вам понравится. А это новый массажер какой-то. Да нет, это вот так берем. Это для диеты. Чтоб не есть после шести. А мне надо размером побольше. И с амбарным замком. А вы, что притихли? Вы думаете, что я ничего не понимаю? Понимаете, да. Вы ж выпить хотите, правда? Да. Я же тоже не с пустыми руками пришла, Жень, взяла нашу настоечку. 74 градуса. О, давайте бахнем. Вам же нельзя, Аня. У вас же сердце. Да? I'm done. Саш, может быть, у вас капель чая нет? Нет, только не в чай. Давайте я так. Чистоганом. Крепой-ка она, стойка, крепкая, правда. А теперь Чей-Ком, Чей-Ком, Чей-Ком. Чей-Ком, Чей-Ком, Чей-Ком. Чей-Ком, Чей-Ком. Ну что, рыжая, погнали париться? Погнали. А мы действительно с Саней пойдем попаримся по-мужски. Идите, мальчики, попарьтесь, а мы тут с девчонками покалякаем. Нет, нет, я вас одних не оставлю. Иди в баню. Аня, ну вам же нельзя. Чего? А, сердце, да. А давайте развлекаться, как мужики. Вы знаете, что они с ними делают? Ну, вообще-то догадываемся. А давайте их наполним водой, когда мужики выйдут из варилки, мы их как жахнем. А может, без воды лучше жахнем? Без воды не так весело. Все, 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 девочки, давайте собираемся. Идемте, пора. Ну, ребята, давайте еще посидим, пообщаемся. Нет, знаете, просто сидеть и общаться дорого. Ох, и в копеечку же мне влетают эти посиделки с женами. Да, идем, Марина. Давайте быстренько, оперативненько. Идем, да. Ой, извините, опоздала. Ну и где этот заикающийся мачо, который меня заказывал, а? Ой, ложечка моя жилоба выгибистая, да с подвы подвертом. На дворе трава, на траве трава. Ха! Так я не понял, кто из нас вот этот, зай, 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 зай. Саша, Саша, от кого, от кого, от тебя? Я этого не ожидал. Ай-яй-яй. И вы молчите? И никак не отреагируете, да? А-а-а. Это что тут происходит, я не понимаю. Саша изменяет своей жене с проституткой. А по морде ему дает жена Олега. Саша, вы что меня тут за дуру держите? Вы думаете, я не догадалась, кто вы? Но вы же эти. Эти вот эти, которые меняются. Стрингеры. И ты молчал? Не отрывай. Да ёжи, всю жизнь мечтала, попробовала. Все идём в Ваню! А-а-а!